Привет всем, с вами Резмитрий Ророшенко, сегодня обсудим трудовые споры, именно подача искового заявления к работодателю, гражданинам Российской Федерации, иностранным гражданинам, лицом без гражданства. Все мы можем работать, у всех могут возникнуть трудовые споры, в том числе и восстановление на работе, выплате заработной плате, обжалование каких-то приказов неправовых, которые нарушают права работника и так далее. Сразу скажу, что когда вы подаете исковое заявление, у вас есть альтернатива выбора. То есть у нас есть статья 29 Гражданского процессуального кодекса, и там указано о том, что можно выбрать подачу искового заявления, там есть альтернатива. То есть можно подать исковое заявление о трудовом споре именно по месту юридической регистрации работодателя. Второе, работник вправе выбрать и подать исковое заявление по трудовому спору по месту своего жительства, то есть по месту своей регистрации. И еще есть третий альтернативный вариант, который в части 9 статьи 29 Гражданского правового кодекса, там также указано, что работник может обратиться в суд по месту исполнения трудового договора. То есть при этом, естественно, в трудовом договоре должно быть обязательно прописано и указано место исполнения трудовых обязанностей. То есть в данном случае нужно изучать трудовой договор. Поэтому если в вашем трудовом договоре указано и место исполнения обязанностей по трудовому договору путем указания именно адреса рабочего места, то в данном случае у вас есть альтернатива подаче искового заявления именно по месту исполнения трудовых обязанностей. И это как третий вариант. Напомню, что какая ситуация может быть. То есть вы работаете в организации компании, которая находится в Москве, юридический адрес ее. Ваша регистрация, например, в Краснодаре. А фактически сейчас вот при незаконной стациональной работе вы осуществляете трудовые деятельности, например, в каком-то из регионов Российской Федерации, в Волгограде, в Самаре и так далее. То есть это третий регион. И, естественно, в данном случае прописано именно это место в вашем трудовом договоре. То есть именно место осуществления трудовой деятельности, трудовой функции. То есть в данном случае вот это третий регион, третий город. Например, Волгоград или Самара. Таким образом у вас есть альтернатива. Вы можете подать ЕСК работодателю в Москву, можете обратиться по своей регистрации в свой город. Либо вот по месту вашей фактической работы обратиться также в судебный орган. Естественно, будет удобно, как вы понимаете, обратиться с исковым заявлением по месту, где вы сейчас работаете, находитесь, осуществляете трудовую функцию, выполняете трудовые обязанности. Но главное, чтобы это место было прописано в трудовом договоре. И тогда у вас есть все шансы, что работодатель, который примет данное исковое заявление, будет рассматривать ваш спор именно по месту ваших трудовых обязанностей по трудовому договору. Это первое. И еще хотел бы сказать, для вас это тоже выгодно. Потому что если вы подаете по месту нахождения работодателя, то, естественно, туда придет представитель и так далее. То есть здесь будет намного сложнее. Во-вторых, если вы по месту своей регистрации, то, может быть, это для вас не будет удобно, потому что вы находитесь сейчас в другом городе, где вы работаете, выполняете трудовую функцию. А вот третий вариант будет удобен для вас, но не будет удобен для работодателя, потому что ему будет необходимо направлять кого-то в командировку, то есть оплачивать юридические услуги и так далее. Если даже иск откажут, то имейте в виду, что работодателю, то есть юридически, ему будет сложно взыскать с работника юридические судебные расходы. Так что здесь есть все шансы для того, чтобы обратиться с исковыми заявлениями именно по месту, где вам удобно и где вам выгодно. Так что изучайте. У вас есть три варианта, напомню, это исковое заявление по месту нахождения работодателя, по месту вашей регистрации или по месту осуществления трудовых обязанностей, трудовой функции. Подтверждение в описании будет прикреплено определение Верховного суда 2018 года, где именно развесена вот эта подсудность трех альтернатив. Так что если будете подавать исковое заявление по месту осуществления трудовых обязанностей, обязательно сошлитесь на данное определение Верховного суда или обратите внимание юрист или адвоката, если вдруг будут какие-то сомнения, чтобы он все правильно сделал, чтобы вам не пришлось потом обжаловать определение о возвращении искового заявления. Успехов вам в решении трудовых споров, удачи в споре с работодателем, о взыскании положенных заработной платы, восстановлении на работе. Самое главное, естественно, здесь доказательства. Успехов вам, всего доброго!